Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как научиться жить в обществе, где окружение тебя презирает? Если человек ничего плохого своим соседям не сделал, наоборот, видит, но по нему известно, что он, например, животёр или преступник. Допустим, это дело уже старается жить в нормальной жизни. Удобновление не поможет стать человеку лучше, наоборот, назлобиться. Как такому человеку социализироваться, где получить поддержку или заранее предказать соседам оправдываться? Смотрите. Первое. Кто вы в этой ситуации? Это первый момент. Очень серьезный и важный. Вот. Кто вы в этой ситуации и вы? Очень важно это понять. А, что мы сейчас? Если мы не понимаем, если мы не понимаем, кто в этой ситуации вы. Вот. То нам, пожалуй, становится очень сложно вообще что-то подсказывать, да, нам становится очень сложно помочь вам и так далее. Это первое. Первое, на что нужно обратить внимание, кто в этой ситуации вы. Если вы человек, который, ну вот, как-то поддерживает, значит, того, кто оказался в такой ситуации. Это одно. Если вы и есть тот человек, который столкнулся с такой непростой, для себя жизненной жизненной ситуации, то это другое. В любом случае, в любом случае, это крайне, крайне важный момент. Понятно, да? Дальше. Конечно, очень, очень тяжело. Это правда. На мой взгляд, на мой взгляд, извиняться и оправдываться особого смысла нет. На самом деле, человек, который отсидел и получил наказание, положенное ему системой, он уже не виноват. Он уже не является, ну, виновным, фактически. Человек, как бы, ну, был свое в этом смысле. Человек, как бы, искупил, если угодно, да? Человек искупил свои, ну, свои ошибки, если хотите. Вот. Искупил свою вину, если хотите. То есть, ему не надо больше, ну, пытаться, как-то вот, ну, перед кем-то оправдываться. Не надо пытаться. Уже все. Но, конечно, это работает в идеальном мире, в котором, к сожалению, мы не живем. А в идеальном мире достаточно просто отсидеть и искупить. Мне кажется, что человек в любом случае, если он раскаялся, если он как-то вот понимает, что вступил не очень хорошо в прошлом, должен нести себя с достоинством, не унижаться. Вот. Это очень важно. Человек не должен унижаться. Человек должен знать себе цену в любом случае. В любом случае, человек, ну, человеку нужно как бы демонстрировать свои другие стороны. Да? Вот. Может быть, эти стороны раньше не проявлялись. Может быть, у этих сторон не было возможности себя проявить. Может быть, эти стороны не могли найти выражение. Но сейчас такая возможность есть. И, конечно, мне кажется, что справедливо было бы, если бы человек проявлял их. Другие люди, да, они будут оценивать, они будут смотреть с каким-то осуждением, они будут осуждать это нормально. Потому что поверить в то, что человек изменился довольно сложно, да и не хочется этого делать как правило. Поэтому, на мой взгляд, человеку остается только стараться своими действиями, своими поступками показывать свою направленность. Как бы, на что человек направлен. Да? Что человек хочет. И вот это единственный путь и единственный выход, на мой взгляд, в этой ситуации. Да, конечно, можно обратиться в службы. Есть службы, которые, ну, вот, в этом смысле, да, они помогают человеку, как бы, адаптироваться к новым каким-то, ну, к новым реалиям, да, к новой реальности. Вот. Такие службы, конечно, есть. Вне всякого сомнения. Вот. Вот. Другое дело, как эти службы работают. Вот к этому, к этому, к этому, к этому, пожалуй, очень много вопросов. Вот. И что такие службы, к сожалению, к сожалению, работают очень, очень и не очень. Вот. Такие службы работают. К большому, к сожалению. Вот. Поэтому тут вот в этом смысле ничего не остается, кроме как, ну, брать в свои руки ситуацию. Ну, вот. А, брать в свои руки свою жизнь и стараться делать то, что можно сделать. То есть стараться в то, что в силах человек, и рано или поздно я могу совершенно точно, точно, я могу совершенно точно заверить, что рано или поздно люди заметят усилия, которые человек прикладывает. Рано или поздно люди заметят, что делает человек. Конечно, не все. Само собой, что не все люди заметят. Само собой, что кому-то это не понравилось. Осуждение. Так же будет. Оно будет присутствовать. Но не у всех, не со всеми, не с каждым человеком. Конечно, тут нужно терпение. Нужна выдержка. Нужно, чтобы человек по возможности. Как можно более ясно, полно понимал, что он хочет. Как можно ясно и полно видел, что ему нужно, к чему он стремится. Я бы сказал, что люди на это. Обращаюсь от меня на большее. Семна. Ну, семна стану. Вот. Вот так это сказал. Вот. Примерно. Такая. Здесь. История. Это сложно. Это требует времени. Это требует времени. Но это вполне реально сделать. Это сделать вполне реально, если, ну, как бы, вот не, ну, если может быть не спешить. Ну, не стараться добиться каких-то больших успехов сразу. Вот. Если давать себе шансы, если не забывать о том, что мы идем. Куда мы идем. Куда сам человек идет. Да? Вот. Если вот это все видеть, если все это замечать, вот, будет, то я могу вас заверить, что ситуация может измениться. Не сразу. Да. Конечно, не сразу. Конечно, ситуация будет меняться очень долго. Ситуация будет меняться болезненно. Это правда. Это правда. Но, на мой взгляд, по-другому не бывает. Мне не хочется этого говорить, но человек, который совершает противоправные действия, вот, он в какой-то степени человек, который сам себя обрекает на то, что становится, как бы, ну, как бы вне общества такой человек становится. Мне, мне, ну, мне сел. Мне правда сел, что так. Но, такова реальность, с которой мы столкнемся, к сожалению. Вот. Нравится нам это или нет? Хотим мы этого или нет? Я думаю, я думаю, каким-то таким здесь, может, может быть ответ. Вряд ли это может быть какой-то однозначный ответ. Потому что, чтобы, потому что, ну, помимо того, что не существует, да, в принципе, помимо. Желательно знать еще и все нюансы, которые есть у человека. Желательно понимать эти нюансы, которые есть у человека. Вот. Если этих нюансов мы не видим, если этих нюансов мы не знаем, то вряд ли можно помочь. И еще один немаловажный момент заключается в том, что такому человеку нужна помощь. Ну, нам может взгляд. Такому человеку нужна помощь. А помощь... Помощь приходит. Вот. Поддержка психолога нужна. Потому что самому человеку действительно будет сложно. Самому человеку действительно может быть очень тяжело. Это правда. И те чувства, которые могут возникать у человека в процессе того, что он делает. А что может возникать? Разочарование. Какая-то боль. Злость, агрессия. Обида. Злость, агрессия. То есть все, все вот эти вот вполне естественные, вполне нормальные чувства. Но эти естественные и нормальные чувства всего ряда причин запрещаются. 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 Обществу. Испытывать. Таким человеком. Вот. Справедливо ли это? Нет. Я не думаю, что это, я не думаю, что это справедливо. До конца. Да. Но я также думаю, что справедливости какой-то абсолютно не существует. Я думаю, что опять же можно сколько угодно рассуждать на эту тему, на тему того, что справедливо, а что нет. Вот. Мне кажется, что к этому, ну к какому-то ответу можно никогда и не прийти. Вот. К какому-то ответу. Такому вот. И потратить на это по итогу очень много времени. Так ни к чему и не придя. Вот. Поэтому, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы человек, который оказался для себя в совершенно очевидной непростой ситуации, чтобы человек тратил свое время, свои силы еще и на это. Мне бы этого очень хотелось. На мой взгляд, напротив, если чем быстрее мы сможем двигаться дальше, чем быстрее мы сможем смотреть вперед, чем быстрее мы сможем заметить что-то хорошее в нашей жизни, что-то ценное в нашей жизни. Вот. И найти новых людей. Так. Тоже очень, очень важный момент. Найти новых людей. Вот. Да. Вам, вам вот тут рекомендуют переехать и не знаю, насколько это хорошая идея переехать. Мне кажется лично, что от себя ты не убежишь, куда бы никуда ты не бежал, как бы ты не бежал, от себя не убежишь, как не убежишь от своего прошлого, мне кажется. Я бы сказал, ну, я бы сказал в этой ситуации, что человеку очень важно, наверное, простить себя самого, чтобы не отлабливаться, не агрессировать больше, чем это будет естественно. что человеку важно простить себя самого, на мой взгляд. и когда и если человек сможет себя простить сам, когда и будет легче простить, ну, других людей, которые, ну, может быть, не знают до конца, что они делают. может быть, не понимают до конца, чего они хотят. да? да? ведь, может быть, такое правило, мне кажется, да. люди могут не понимать, почему они ведут себя именно так, почему они ведут себя не иначе, вот, и так далее. вот, такой ответ я мог бы вам предложить с точки зрения их трассы. не знаю, честно говоря, честно говоря, не знаю, насколько вам этого будет достаточно, вот, потому что, как я уже сказал, вопрос очень серьезный и подходить к нему, ну, вот, так, как вы предлагаете, да, то есть, вот, очень общий без, ну, без конкретики, вот, на мой взгляд, является, ну, не лучшей идеей, потому что, это слишком много фактов и слишком много данных, которые нужно учитывать, по моему мнению. вот, 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 примерно, такая история. на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь с полным ответом, позволит вам начать на собой работу, я желаю вам всего самого доброго и удачи! вау! 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 вау!